просто нормально поиграли друзья всем привет сегодня стартовало новое испытание с эволюцией боевого тарана и выбором карт именно его мы будем проходить половину уже преодолел я так что вторую половину будем преодолевать вместе но друзья перед тем как мы начнем хочется сказать вам акцентировать внимание на вот это вот появившейся иконки новая игра от суперселс квад бастерс интересная игра на вкус и цвет конечно кому-то зайдет кому-то нет я попробовал поиграть ну интересно пока не втянулся но видео по этой игре скорее всего будет и может быть будут на регулярной основе посмотрим насколько мне зайдет конечном итоге игра ну а сейчас за предварительную регистрацию будут раздаваться призы не знаю нужно ли всем регистрироваться чтобы получить призы тем не менее прикольные моды здесь скины на башню все на халяву и это круто как бы вот все рассказал ну а теперь переступаем к прохождению испытания так как одна одному из игроков обязательно добавить достанется эволюция тарана то есть смысл брать карты которые и будут контрить в целом то таран хорошо контриться клеткой с гоблином видим что у соперника кстати тоже башня графини я и вам рекомендую взять башню графини в это испытание это прям обязательно мне кажется ну и возьмем стражи наверное контрить или армию склет не давать стражей ну и мушкета так себе у меня колода пока собралась но у него тоже на самом деле все что я ему дал это тоже не лучшие карты для этого испытания таран эволюционный в итоге у меня еще его лицо и еще и три мушкетера у меня вот трем мушкетером если честно я не очень рад как собственно и тарану потому что обязательно в этом испытании даются такие карты которые таран контрят и я думаю что мой соперник человек не глупый по и он набрал именно эти карты и у него собственно есть огромное количество ответов на таран я так опять же предполагаю хороший мув бревно здесь вынужден скинуть и чем не атаковать то у меня капец у меня колода ну давайте разбойников не хочется просто так ведьму отдавать мини танков нет вообще в колоде вот этого я боялся ну ладно хорошо хоть клетка с гоблином имеется и на том спасибо хорошо что ведьма была добита и что еще хорошего то пока больше ничего хорошего друзья колода у меня прямо не скажем не впечатляет можем сделать вот так вот стражи таран чтобы стражи потанчили таран может быть пронзит там защитку мы здесь бревно естественно тоже скинем чтобы армию скелетов преодолеть чуть-чуть запоздала но тем не менее будет ли он шахтера закидывать будет поэтому мушкетер первую очередь нейтрализуем его дротиста но шахтер разваливается от вышки все больше ничего я не могу и поставить и интересно у него есть тяжелое заклинание наверное нет судя по всему у меня одно заклинание это бревно и у него это стрелы по моему он же стрелы показывал да или или мне кажется вот это вот это чувство неуверенности ладно давайте трех мушкетов поставим двойной эликсир 3 мушкета клетку сейчас будем ставить или будем играть агрессивно давайте играть агрессивно с боевым тараном здесь пойдем в атаку он должен вообще-то убивать этих скелетиков не не убивает ладно здесь стражами поможем нашей защите бревно здесь скинем на банду гоблинов и дротиста ну его шахтер уже меня никак не этом не напрягает снова давайте ставить трех мушкетов хорошая карта хорошо разминивается подловил меня мне придется здесь клетку выставлять отлично плохо только то что у меня нет бревна сейчас в руке но вот сейчас мы его выставим бревно армия скелетов у него да и мы еще по дротисту сейчас попадем замечательно хорошая атака и победа в итоге ух ну что хорошо что у меня было бревно если бы не было бревна то вообще было бы без вариантов внутри мушкетера не могу сказать что прям сильно зарешали в этой игре но обычно они вообще портят ситуацию а здесь не испортили и на том спасибо что взять я думаю гоблинов возьмем рыбак тоже хороший вариант давайте его и возьмем гоблинскую бочку брать не будем пока орда миньонов это сложный выбор наверное ее надо брать не знаю даже да и и наверно надо брать ну и здесь таран эволюция хотя стенобой были стенобой то мою эту будут контрить эволюционные орду ну хорошо что маг у нас у него скорее всего тоже какой-нибудь сплэш урон и того у меня кладба с тараном эволюционным друзья новая мета да вот так вот бывает конечно же не пойдем сразу же в атаку просто скинем гоблинов так чисто разведывательно как он на это отреагирует ледяной колдун окей ледяной голем от меня рыбака пока показывать не будем рыбака пока рыбака пока показывать не будем а вот таран закинуть наверное можно будет только по другой стороне пожалуй а здесь может быть попробуем активацию газешки провернуть когда он подойдет пабли а понял принял тогда может быть это и рискованно давайте вот так тогда сделаем а здесь рыбаком все-таки активация газешки может быть получится не не получится ладно тогда дэпаемся до стенобоев так ну что я думаю что на мега рыцаря он еще не накопил поэтому идем в атаку палачом пусть дефается но таранта доезжает и делает больно отлично вот сейчас дилемма как дефаться если он сейчас выстоит что-то да он выставлять что-то но мы здесь рыбаком получается активация газешки все-таки будет или нет нет не будет активации газешки ну ладно хотя бы задефались и на том спасибо у него скорее всего сейчас будет бревном какой-нибудь отдаст или что или мега рыцаря он планирует скинуть на голову моему магу нет пока ничего давайте гоблинов заранее здесь поставлю вот плохая ситуация у меня сейчас ну чё погнали погнали он отдал палача с ордой миньонов здесь неплохая атака может получиться потому что орда разменяется с мега рыцарем а таран кстати эволюционный здесь рыбаком надо ситуацию исправлять как-то да урон то там нанесем смотрите и здесь я думаю можно сейчас будет с кладбой атаковать он мега рыцаря будет сюда скидывать поэтому кладба может и зайти у ее и он палача ставит зачем ты палача оставишь братик все это победа а и ты еще здесь ошибся ну все тогда прости братик придется тебя по всем фронтам тогда сносить да вроде неплохо держался в конце прям развалился ну в целом и таран пригодился и кладба пригодилась и колода то неплохая получилось чё дальше нам надо но надают не знаю даже наверно принца лучше он больше урона в секунду уносит а вот здесь вот я не знаю даже эволюционные варвары наверное хотя таранка из классно магического лучника возьму хотя контроль тоже хорошо в общем очень противоречивый выбор карт получается все что я ему дал я бы с удовольствием и сам взял я такой более защитный получается вариант избрал сейчас разрядиться вышка я туда наверное нет давайте я вот так вот сначала сделаю а потом вот так отлично огненный дух хорош по магический лучик то вообще прекрасен здесь я думаю мушкетом потому что в принципе сама башня графини контрит этот этот таран ой 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 сейчас ему будет больно я думаю что у него сейчас вообще эликсира нет поэтому я прям вот так вот сделаю ну ладно целом пару выстрелов то за счет ярости по моему было эликсира у него оказывается был небольшом количестве но тем не менее так будем ли ставить варваров сейчас давайте поставим да да может быть я об этом пожалею но у меня есть принц если что да вот мы его ставим тоже он так сомнительное решение конечно от него сейчас что там будет у ракета серьезно ох 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 не просто ракета а прекрасная ракета друзья ну что брать это было плохо честно тебе скажу не буду тебя подбадривать даже это было прям фиаско я думаю что после такого фиаско можно даже тебя на 3 коронки пробовать вот так вот нагло очень нагло но я должен так играть сейчас когда закидывается такая ракета человек должен автоматически проигрывать по идее да здесь это и произошло я думал я лучший бросатель ракет нет вот попался человек который в этом искусстве еще более опытен чем я это было эффектно так возьмем наверное темный принц хороший выбор но рыбака я возьму буду опять же от защитки таран эволюционный контрит в принципе банду гоблинов именно эволюционный поэтому я возьму воздушную карту дальше сложно но я не думаю что мне пригодится голем тем более если мне подостанется эволюционный таран зачем мне голем но имени генераторы контроль опять же а достанется ли мне эволюционный таран вот в чем вопрос достался значит я голема правильно отдал и правильно взял рыбака у а вот это было как бы может быть и неправильно дружище потому что смотрите что я делаю я прям я прям здесь закидываюсь друзья почему потому что у меня есть рыбак он не знает что у меня есть рыбак рыбак у меня есть и рыбак сейчас должен это все очень жестко законтрить ждем 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 сюда разбойников рыбак сюда сюрприз братик и все и все вот эти мои атаки атака вся вот эта вот затяжная которая была в итоге окупилась по большому счету мы разменялись плюс 5 с одной его картой големом и здесь уже снова я иду в атаку потому что башня разряжена и можно будет даже гоблинскую бочку я думаю здесь вот это уже был перебор вот это уже было нехорошо но хорошо что он отдал на это снежок а дальше смотрим смотрим по ситуации чуть здесь будем делать может быть вообще ничего не дать здесь ничего не надо ставить пойдет ну что если он снова ставит голема я скидываю миньон разбойники таранта по плану идут чего него за тяжелая заклин да он ставит голема ладно без тарана без таранная атака у него там либо валька темный принц да ну и так хороший урон это атака нанесет давайте расставим мини генераторы это не в тему он конечно гоблинов закинул сейчас долго будет вытягивать их рыбак но вытянет в итоге так гоблинскую бочку пока закинул землетряс давать ли наверное нет зачем давайте-ка дефаться или дадим землетряс давайте дадим землетряс и разбойников здесь поставим не знаю вот таран хочется по другой стороне накинуть если честно эволюционный то давайте так и сделаем но хочется чтобы он дошел до вышки поэтому я сначала мини генераторы поставлю потом гоблинскую бочку закину и потом рыбаком вот так вот все вытяну еще и землетряс сюда дам шатака перспективная там ну я наверно переборщил надо было все таки вот вот так не делайте друзья все таки добивайте одну вышку потому что потом может аукнуться очень легко может аукнуться давайте конечно здесь таран закину вот я про это и говорил собственно вот про это речь что и шла видите у меня теперь проблемы потому что одна ведьма одна ведьма очень неприятная мадам наносит здесь мне урон так давайте гоблинскую бочку закидывать и землетряс отдавать гей и не генераторы в защитку мне нужен один землетряс и это победа ох ведьма напряжная мини генераторами я себя обезопасил по двум сторонам рыбаком прикрываем наименее выжившую сторону гоблинскую бочку закидываем и землетрясение все победа ну как бы вот мое желание атаковать по другой стороне чуть не стоило мне катки не делайте так друзья не делать сначала заберите вышку одну чтобы быть уже спокойным а потом атакуйте другую потому что за сумму нанесенного урона не дают побед не дают кубков не дают ступени прохождения так возьму гоблина гиганта гламурный голем это конечно хорошо блин 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 но я возьму целительницу в надежде на то что будет чем убивать пипец вы понимаете могла собраться просто лютая колода под эликсирного голема я заруинил не поверил в гома голема надо было брать ну потом уже ему давать целительницу и ярость друзья сами понимаете это себя как бы закапывать ты братишка ничего да не это не переживаешь ну давай ладно ярость наготове да ну серьезно нет ну какая какая ведьма ну какая ведьма ладно у меня есть какой-нибудь сплэш урон какой-нибудь урон по области у меня имеется никакого электро дракон тока да ну хотя бы так хотя бы на этом спасибо я конечно же не знаю смогу ли я здесь задаваться скорее всего нет вот вам эликсирный голем блин вот вам поиграли просто минус вышки сразу обе а чем чем не играть в этой игре что у меня за колода вы чё прикалываетесь вы чё прикалываетесь меня ни одного блин что это за прикол же есть но они явно прикалываются вот чем не здесь дефаться чем даваться друзья нет ничего что наносит урон по эликсирному голему меня вообще кола колода без урона мне вообще нечем дефаться от эликсирного голема мне не дали не мелочевки ними не пеки не валькирии ничего вообще что наносит урон ни одной карты вы посмотрите на это 3 вин кондишена электро дракон миньон и целительница не я конечно мог сыграть от защиты но типа у типа посмотрите колода а я два вин кондишена с быстрым циклом и куча как бы нормальных карт но это же есть просто такое бывает друзья в испытаниях с выбором карт такое говнище происходит просто регулярно ладно возьмем эволюционный таран у него там башня канонира она плохо с ним справляется я думаю что рыбака я думаю что принца и ледяного голема только не говорите что вы не завезли мне в эту катку противовоздушную защиту они не завезли друзья огненный дух это единственное что я сейчас вижу до очередной гений стартующий с эликсирного голема я не буду на этот раз сильно идти в атаку я просто таран скину давайте принц для начала здесь так сделаем так сделаем так сделаем а почему зафокусился на мушкетер на этом самом на принципе мне кто-нибудь подскажет или нет наверное нет ладно я пошел в атаку у меня только летучка из противовоздушных карт кстати как я предполагал здесь все плохо в этом смысле но мы его подловили на постановке адской гончи поэтому вышку одну заберем если у него еще фаербол то это вообще как бы ггвп так давайте кайтить кайтить этих здесь летучка подожду чтобы стражи тоже попасть стрелами огненный дух сюда здесь этим будем принимать да что такое вообще как он разрывает мне всю защиту блин просто капец ну погнали с эволюционным тараном по правой уже в стороне стрелы на готове стрелы мне здесь не помогут наверное не пригодятся пока так таранчик стрелы вот сейчас бы нужны были но эликсирный естественно от него ну и что мне делать здесь просто огненный дух для начала ледяным здесь под там подстрахуемся летучка принц так мне здесь надо атаковать с шариком и с тараном теперь шар таран рыцарь это поражение это друзья мои поражение ничего не сделать но такой выбор карт ну просто вообще я для реально сейчас горю одна противовоздушная карта против адской гончи вы серьезно стрелы одни против вы же этого гоблинской бочки и стражи и чем не убивать и то и другое типа опять опять три вин кондишена ледяной голем за этот таран и шар да вы угораете мне нахера столько вин кондишенов просто нормально поиграли шел нормально нормально и на тебе ладно я две эти затащу все равно росток надавали две игры полного говна просто полного говна слов нет чем мне не надо было давать типу тогда адскую гончую ну получается да кто ж знал и был бы я с четырьмя вин кондишенами все равно не выигрываемая то есть чувакам дают блять на выбор то что они могут нормально на выбирать и оставить игрока противоположного с полной хернёй да получается так получается я правильно все понимаю так давайте здесь сразу хогушкой в атаку может быть шахтеры еще успеем закинуть актера успеем закинуть но только кто-то из этих то товарищи выживет никто не выживает печально это ненавижу испытания с выбором карт потому что они спустя 7 лет выхода с момента выхода игры никак не может не могут забалансить этот выбор карт можно сделать так я уже неоднократно говорю чтобы было минимум один максимума 2 вин кондишенов каждый при после выбора карт это такой бред у меня сейчас быстрая колода мне это особо не помогает потому что хогушке сложно до вышечки доходить эликсирный голем кстати тоже тема друзья лучше наверное есть смысл его брать особенно против башен принцесс и башен графини он очень хорош два раза я его не брал и два раза из-за этого проигрывал ну не из-за этого или один раз я не ну короче вы поняли так ладно пусть он отдает я здесь сейчас будет кстати у меня минус вышка если только как-то я электро духом не остановлю грамотно это движение ну вроде остановил но этого то мне не легче бревно дам до бревно хорошая кстати надо атаковать с шахтер хок шахтер хок огненная лучница целительница и ща пойдет ща пойдет урон давайте шахтера сюда на этот раз опять хок что брать проблемы а вот так вот я потому что два раз до этого проиграл я теперь не собираюсь проигрывать да мне карты нормальные дали вроде наконец-то все да минус вышка должна быть нет еще не еще не минус да конечно ничего не предвещало такой концовки но две подряд игры за руинила просто давайте посмотрим на предыдущую колоду мою которая мне досталась и на колоду соперника мушки черт аят я ему сам отдал я вот не помню просто жесть летучка против гончий шикарно ни одного сплэша просто если даете карты какие-то которые люто вообще не контрятся то дайте хотя бы что то что их хотя бы чуть-чуть к контрит просто как тогда играть просто такой выбор который ну все ты типа выбрал окей и и если как бы выбрал не то что надо то все как бы ггвп но в этом и есть смысл типа испытание она понятно но не так же не так же что играешь и руки потом говной воняют не так это должно быть хотя бы нормальные колоды в итоге не вот это вот шляпа какая-то которую невозможно играть который смотришь типа на тебя идет атака ты смотришь на свои карты понятно ярость ледяной голем таран гонча эликсирный голем классно этим я сейчас точно защититься смогу это же бред вальку выставил поэтому можно ведьму поставить какая у меня атакующая карта в этой колоде если она вообще это не будем тебе прощать рановато ты выкинул фэербол наготове в общем смотрим что он сейчас будет делать исходя из этого будем выставлять картишки так я думаю мы сюда накинем миньонов сюда фэербол так патроны кончились и здоровье на вышках тоже заканчивается целительница вышки не исцеляет если что брать если ты не знал вдруг но я думаю что мы здесь целительница заигнорируем по максимуму потому что я агрессивно сыграл здесь уже мушкетером чисто дэвцы по двум сторонам теперь причем не переходя в атаку наверное или накинуть миньонов нет и то и другое ну нет таран накину все-таки мушкетера просто так отдавать он же никак не разменяется с башни графини а так хотя бы вон выстрел правда в итоге это атака вся законтрила с двумя единицами эликсира нет уже четырьмя тогда нормально тогда пойдет помним что у него есть валькирия так ну что миньоны он сейчас вальку должен стать интересно фэрбол на готове орда миньонов будет не будет орда миньонов да вот она орда миньонов видимо здесь будем все это дефа дело банами пойдем добьем левую вышку чтобы быть спокойными и дальше копим на миг не добьем левую вышку не добьем все таки таран закинем нам нужен эликсир все равно на защиту еще чтобы был здесь миньончиками избавимся от вальки справа таран доехал отлично и ведьму чуть поглубже здесь поставлю я стать плохо он поставил целительницу давайте эволюционный таран все-таки проявится на поле боя все вот так вот хорошо вот сразу бы так нет надо чтоб сережа горел надо обязательно сделать какую-то подставу с двумя подряд поражениями против гламурных гомоголемов там же два гомоголема да было да друзья берите гомоголема если еще он прям зараза жесткий смысле он не жесткий но если его берешь то вот в этом испытании конкретно нет на него ответа не дают ответа не мелочевки никакой не дают не урона по одиночной цели то есть не дают а башня графини просит него сама по себе слабо то есть вот берешь гламоголема free победка получается вот такие наблюдения тоже откроем напоследок награду ну это раз винограда пуфло какое-то ладно главное что прошли и на том спасибо но вам друзья спасибо за просмотр до новых встреч всем пока